Вода как источник жизни на земле во всем мире рассматривается в качестве важнейшего природного и стратегического ресурса. Дефицит воды в регионе Центрального Казахстана явился предпосылкой создания крупнейшего уникального водохозяйственного объекта – канала Иртыш-Караганда. Уникальное сооружение – канал Иртыш-Караганда построено еще в советское время, а аналогов в мире не имеет до сих пор. Канал сейчас носит имя Каныша Сатпаева и обеспечивает питьевой водой три региона страны – Павлодарскую, Карагандинскую и Акмолинскую области. К сожалению, за время эксплуатации оборудование значительно устарело, и сейчас требуется модернизация на сумму свыше 60 миллиардов тенге. В 60-е годы группа ученых во главе с академиком Канышем Сатпаевым предложила смелый проект по переброске воды Иртыша в степи Сареарки. Иртыш – наиболее многоводная река, длина ее в пределах республики составляет 1700 километров, она же имеет основные запасы гидроресурсов Казахстана. Смелый проект получил поддержку правительства страны, и в феврале 1962 года в районе реки Белой в протоке Иртыша высадился первый десант специалистов, за плечами которых был опыт создания масштабных промышленных объектов. 60 лет назад началась колоссальная стройка. В первом году девятой пятилетки будет закончено сооружение уникального канала Иртыш-Караганда в протяженности около 500 километров. Проблема обеспечения водой промышленных районов и сельского хозяйства Центрального Казахстана близится к успешному завершению. Первая вода пошла в 1965 году в Экибастузе. До 1970 года была временная эксплуатация. Уже после образовалось предприятие, которое работает до сих пор. Это гидротехническое сооружение протяженностью свыше 400 километров состоит из 22 мощных насосных станций, поднимающих воду реки Иртыш на высоту до 500 метров и передающих воду по трассе канала через 13 транзитных водохранилищ от города Аксу по Водарской области до Караганды и далее в Акмолинскую область. Ни одна страна не использует такую технологию. Нигде нет таких подъемов и такой надежности. Канал в собственном грунте. Грунт выкопан и провели воду. То есть есть какое-то испарение, есть фильтрация, но она оправдана незначительно. Так сказать, это первое. Второе уникальность канала, что сама вода в Иртыше, значит, одного, допустим, содержания, проходя вот эти расстояния, она в естественном грунте улучшается качество воды. Значит, и канал питьевого назначения. Благодаря Леониду Баталову о канале узнали во всем мире. Выступая в Женеве на Ассамблее ООН, он рассказал, что в Казахстане есть рукотворная река, которая течет в гору. Ему не верили. Американские товарищи допытывали советского инженера. Как же это возможно? Гидротехнический объект посещали делегации из Англии, Астрии и Италии. Иностранцы дивились, как сооружение снабжает казахстанские степи и предприятия водой из Иртыша. Вода пошла. Она заполнила очередное водохранилище на своем пути. Близок день, когда могучий Иртыш придет в Караганду. Леонид Баталов – человек эпоха. На канале он с первых дней строительства и эксплуатации. 35 лет он руководил предприятием. В свои 85 лет Леонид Иванович по-прежнему в строю. Делает все, чтобы канал процветал, а его работники достойно трудились. Всеми силами предприятия отстояли от приватизации, пережили банкротство и миллиардные долги. Для возрождения орошения южных регионов на уровне республики был взят кредит, который распределен между водоснабжающими организациями. Кредит тяжелым временем лег на плечи канала. Средств катастрофически не хватает на собственные нужды. На модернизацию нам надо немножко. 67 миллиардов. Но это не в один год. Если бы сегодня мы платим этот кредит, если бы мы сегодня платили 50% за этот кредит, с нас, то есть с канала брали, 50% это, грубо говоря, 2 миллиарда бы давали на модернизацию, нам бы хватило потихонечку, потому что сразу все не переваришь, сразу все не сделаешь. А нам бы где-то в год 2 миллиарда на модернизацию бы хватило и потихонечку заменили оборудование, то есть работали бы уже в этом направлении. На канале с 76-го года существует рыбное хозяйство. Оно занимается зарыблением водохранилищ и русло канала. Чисткой санитарной зоны следит за порядком по всей протяженности гидротехнического сооружения. Регулярное зарыбление очень важно. Рыба – самое лучшее средство чистки канала. Причем пищевая цепочка в этом случае выстроена идеально. Одни виды рыб поедают водоросли, другие контролируют популяцию травоядных. Здесь раньше, конечно, было более расширенное производство. То есть здесь был и белый амур, и толстолобик разводили. Карп был самбурский. Ну сейчас как бы все уже увяло, так скажем. Но мы все равно держим, так скажем, оборону. Разводим карпа для зарыбления гидроузлов. То есть зарыбляем гидроузлы с 1 по 8 гидроузел. Карп является естественным фильтром воды. Также пополняем рыбные запасы. Уже несколько лет на канале не могут решить вопрос о закреплении за организацией водохранилищ. Они сдавались в аренду частым природопользователям. За это время, несмотря на регулярное зарыбление, был нанесен значительный урон численности рыбы. Браконьеры постарались. Подчистую истребляют рыбу, засоряют все вокруг и ни за что не отвечают. В советское время у нас есть санитарная зона канала, охранная санитарная зона. В канале нельзя появляться, кроме эксплуатационного персонала. Но вот в течение десятка лет побольше мы боремся с передачей, когда в Казахстан передали нас. Мы боремся с чем? В собственном министерстве мы не можем доказать, что каналу надо бережно подходить. Особенно рыбаки. Канал сделали свободным, доступным. Мусор вывозим после этих рыбаков. Санитарную зону засоряем. Это тоже проблема. И не можем ни до кого достучаться. На канале работает 1600 человек. Это уникальное гидротехническое сооружение обеспечивает водой огромное число промышленных и сельскохозяйственных предприятий в Павлодарской и Карагандинской областях. С ростом населения Нур-Султана увеличилось потребление живительной влаги и столичными жителями, которые используют 10-15 миллионов кубометров воды в год. Мы находимся в самом центре насосной станции. Все это оборудование здесь работает уже 55 лет. Оно в хорошем состоянии. Проработало уже два срока, которые дает завод-изготовитель. Канал загружен всего лишь на 35-40%. Может работать и больше. Оборудование позволяет, несмотря на его возраст. Через вот этот агрегат сюда поступает вода через САС. Он находится внизу и поступает через рабочую камеру. То есть там находятся лопастя. Вот они как раз двигаются и захватывают воду вверх. А здесь выпрямительный аппарат находится. Он выпрямляет воду и уже наверх, через отвод, уже там повыше находится на 12-й отметке. А также здесь в случае всего есть паттерна, куда можно воду слить в случае ремонта. Работа канала не должна прекращаться ни на мгновение, иначе произойдет катастрофа. Так в прошлом году в Экибастузе на насосной станции номер 2 произошло ЧП. Сгорел насос. Система автоматически вышла из строя. Приток воды из РТШ в канал остановился. Оперативно работу станции удалось восстановить за 10 дней. Если не начать модернизацию, подобные случаи могут участиться. На средства, запрашиваемые каналом, до 2030 года планируется поэтапное проведение ремонтных и восстановительных работ. В настоящее время мы работаем со стороны министерства. Провести модернизацию канала только за счет тарифа не получится. Это сразу приведет к его удорожанию, что, несомненно, отразится на крестьянских хозяйствах. Поэтому сейчас мы рассматриваем возможность выделения средств со стороны государства. Канал имени Каныша Сатпаева имеет колоссальное значение по водообеспечению центрального Казахстана в необходимых объемах и соответствующего качества, подходящего для хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также для орошения возделываемых сельхозпроизводителями полей. Положительное влияние объект оказывает и на экологическую обстановку, улучшая естественные природные зоны страны. Там, где вода, приходит жизнь, и ее необходимо сохранить во что бы то ни стало. Редактор субтитров А.Семкин